Приветствую вас, Виктория. Ну, смотрите, смотрите. Здесь ситуация заключается в том, что интерпретировать слова мужчины нужно так именно, как он говорит. А говорит он, собственно, прямо о том, что боится ответственности в отношении. Не хочет её. Вот. И, в общем, да, с другой стороны не хочет терять вас. То есть это вот классическая такая позиция человека, не желающего нести ответственность за свои решения. Вот. К сожалению. То есть тут проблем с интерпретацией, на мой взгляд, нет. Именно вот, именно с интерпретацией проблем нет. И проблема в том, больше, наверное, с чего вы хотите. Тут, наверное, больше вот в этом вся проблема. Вот. Ну, то есть, основная проблема в этом включается, на мой взгляд. Потому что вы хотите быть человеком, который вас, вот, по большому счёту, ну, не то, чтобы он вас не любил. Да, я не знаю, может быть, он и любит вас. Он не готов к ответственности. Он не готов к тому, чтобы быть самым. Вот. И это ключевой здесь момент. То есть, человек не готов быть самым в отношениях. Вот. Вот. А вы, вы, вы хотите, чтобы он быстро, вы хотите быть местным. И это вот как раз вопрос о том, что из себя представляет ваше желание быть ним. Это вопрос, вот, наверное, об этом. Это вопрос именно о том, что представляет из себя ваша потребность быть с ним, ну, быть с ним в отношениях. Вот. Потому что с вами мужчина, ну, совершенно очевидно, да, счастлив не будет. Он говорит о том, что его близкие отношения, его сейчас, вот, на данный момент, они его пугают. Вот. Они ему неприятны. И это, в общем, не то, что он хочет. И если, допустим, вы человека любите, если вы, допустим, ну, как-то вот действительно хотите, чтобы, чтобы мужчина был счастлив, то мне кажется, что вы не будете на него давить, да, и мне кажется, что вы, ну, как бы пойдете своей дорогой, решив, что, ну, ты не определился, вот. То есть, ты не знаешь, чего хочешь, а почему я тебя должна, собственно говоря, ждать. Вот. То есть, ну, это, как бы, понятно. На мой рекламный, на мой рекламный. Почему я должна ждать пока, пока ты определишь, вот. Ты можешь, ты можешь очень долго определяться, да, что мне, как бы, ну, что это время делать, вот. То есть, здесь, ну, наверное, наверное, вот такая примерно история, здесь, наверное, такая вот позиция. То есть, это, в принципе, ну, в принципе, это такая, знаете, адекватная позиция, я бы сказал, вот. Но вы не можете так, вы говорите, что не можете интерпретировать его слова и его поведение, и у вас остается надежда на то, что отношения все-таки будут. И вот нужно с этой вот надеждой, которая у вас есть, кратически, и работать. Потому что надежда скрывает ваши определенные желания. Именно ваши определенные желания, именно ваши потребности. То есть, то, чего вы хотите. Сами, сами вы, вот то, что вам нужно. Здесь вопрос, именно, вот, в том и заключается, чего я хочу, на что я надеюсь, для чего мне, как раз, такие отношения, почему я их так хочу. Вот. Вот. Вот это вот, мне кажется, как раз, тот момент, на который вам стоит обратить свое самое пристальное внимание. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, исключительно. Это как мне видят, потому что здесь вы, в некоторой степени, проявляете зависимость. Вот. Я не знаю, конечно, на сколько она у вас, эээ, на счистна зависимость, но то, что она присутствует, это очевидно. Вот. И, соответственно, нужно определиться с тем, как, как она, то есть вот, зависимость, если имеет место быть, эээ, как она, эээ, ну, стала возможной, да? Вот. Почему она стала возможной? Это то, что я могу вам сказать. Вот. Пока что. Как себя с человеком вести? Ну, в принципе, вы ведете себя с человеком правильным. То есть вы, эээ, донести до него, что, ну, раз ты, эээ, не знаешь, то, соответственно, определяется и все. Вот. Но здесь момент случается в том, насколько вы, эээ, как бы, честны, да, с собой. То есть, если вы, например, эээ, действительно так считаете, то это хорошо, если вы действительно так считаете. Мужчина чувствует, что вы, эээ, можете дать, например, слабину, если мужчина чувствует, что вы, ээээ, там, можете, ээээ, все-таки, все-таки согласить с ним на такие вот отношения без адвоката, то он, скорее всего, будет, эээ, давить на вас и в какой-то степени требовать. Требовать, чтобы вы, эээ, ну, чтобы вы, вот, были, чтобы вы действовали, чтобы вы, эээ, ну, условно говоря, приняли его предложение. Вот, чтобы вы приняли его предложение о необязательственных отношениях. Вот. Эээ, такой, в принципе, эээ, здесь может быть момент. Такой здесь может быть нюанс. Вот. В принципе, я думаю, что, эээ, на вопрос ваш я ответил, эээ, уже. Вот. Но, все-таки было бы неплохо, когда добрался момент, ээээ, что общего, эээ, между вами и мужчиной, например. Хода тут, вот именно, что общего, что объединяет. Вы говорите, что вы жили отдельно. Да? То есть, вот, вы говорите, что, ээээ, что вас все было отдельно. То есть, мужчина, он, получается, эээ, изначально, эээ, боялся, ээээ, какой-то, эээ, близости с вами. Ну, изначально боялся сблигаться, изначально, на сближение не все, или все плохо. То есть, вам, эээ, стоит, наверное, себя спросить, эээ, были ли, были ли у вас отношения вообще. Да, тут, не, ну, не обманывали ли вы себя, не обманываются ли вы себя, ээээ, полагая, что у вас они есть. Ну, отношения, я имею ввиду. Вот. Потому что, есть, ээээ, все основания для того, чтобы говорить, что, эээ, ну, что мужчина просто, просто, как-то вот использовал вас. Может быть, это было не намеренно, но он использовал вас. Вот. Так что, этот момент очень важно раскрыть. Ну, и все-таки, определиться с тем, какие, ээээ, какие ценности вы сами, ээээ, продвигаете в эээ, отношениях. То есть, вот, ээээ, устраивает ли вас такая позиция, если не устраивает, то, соответственно, что вы готовы сделать для того, чтобы она не постаралась от позиции больше. То есть, чтобы она, ну, чтобы таких историй не возникало. Вот. Ээээ, ну, славно. Опять же, эээ, по общему, эээ, правилу, да, эээ, есть вероятность, она не очень, эээ, большая, она есть, что вы, ээээ, целенаправленно, эээ, выбираете такие отношения, потому что боитесь, ээээ, ну, боитесь по-настоящему близких отношений, можете, можете, можете бояться по-настоящему близких отношений, эээ, по ряду причин. Вот, по ряду причин. И, на мой взгляд, эээ, нужно обязательно рассмотреть этот момент, эээ, нет ли у вас ээээ, ээээ, ну, безсознательных страхов, ээээ, перед близкими отношениями, ээээ. Потому что, если есть, то, ээээ, это является, ээээ, так сказать, психологическим фактором, который, ээээ, будет и дальше, ээээ, усложнять вам жизнь с мужчинами. И, ээээ, аккумулировать, ээээ, тот, возможно, негативный опыт, ээээээ, который у вас уже есть сейчас. Могу, например. Ээээ, вот, в принципе, ээээ, что я могу вам сказать. Ну, и раскрыть, эээээ, что вы понимаете, под любовью, тоже необходимо. Потому что любовь, она бывает разной, вот, и как именно любите вы, что именно вы вкладываете в это понятие любви, ээээ, тоже очень важно определить и понять, и разобрать. Потому что, вполне вероятно, что под любовью вы понимаете совсем не то, что является любовью, вот. Опять же, я это говорю уже исключительно без какого-либо желания вас чем-либо обвинять, вот, у меня нет такой цели вас обвинять в чем-либо. Я говорю, это исключительно с позиции профессионала, вот, исключительно с позиции опыта своего, как профессионала, вот. И, соответственно, есть желание вам помочь. Ээээ, в принципе, в принципе, вы можете принять предложение мужчине жить без обязательства, в принципе, вы так уже жили. Вот, а если честно себя спросить, да, вы можете сказать, что, ну да, я готов, я согласен, хорошо, хорошо, я буду, я готов жить без обязательства. Вот, если вы согласны, то вообще никаких проблем нет и все нормально. Но вопрос, он вот в том классе и заключается, готов ли вы. Вот, вот, любовь – это когда дефицит для себя, любовь – это когда без вреда для себя, любовь – это когда человек, эээ, являясь счастливым, делает счастливым другого человека. Вот, это про, вот это, как раз. Да, тут есть некоторые сомнения, я думаю, что вы не будете спорить с тем, что есть некоторые сомнения относительно того, насколько вы счастливы были в отношениях с человеком. И, наверное, последний момент, который я хотел бы запронуть, это момент того, что вы почувствовали себя вот в таком подвешенном состоянии. Да, то есть в состоянии, когда, по сути дела, именно мужчина должен как-то вот определить вас, ну, в частности, вас и ваше будущее. Ну, вообще, опять же, не обязательно ваше будущее как таковое, просто так вот, как, ну, ваше, как у вас, как пары, например, да, и так далее. И, на мой взгляд, здесь проявляется что? Здесь проявляется то, что вы себе играете, на мой взгляд. Так вы не доверяете своим мужчинам. Вы хотите, чтобы человек, ну, в данном случае, опять же, мужчина, чтобы он вас определил, вам этого хочется. Чтобы вам хочется, чтобы он, имеется в виду мужчина, дал на себя ответственность за вас, за то, что мы с вами происходим. И, на мой взгляд, это тоже такой вот психологический момент. Если вы себе не доверяете, если вы не можете себе доверять, если у вас нет доверия к себе, то это проблема, для вас проблема, в первую очередь. Потому что не могу доверять себе, не могу, не могу нормально, хорошо, полноценно, полноценно участвовать, ладно, в отношениях. Не могу полноценно выступать в отношениях. Понимаете, понимаете? Какая штука. Вот. Это неприятно. Да, это неприятно, я с вами, с вами согласен. Но, тем не менее, момент здесь именно такой. Момент здесь именно такого, такого плана. Вот. И, соответственно, если вы действительно испытываете трудности с тем, чтобы себе доверять, что очень важно научиться это делать. Очень важно научиться всё-таки себе доверять. Научиться полагаться на себя, на свои чувства, на свои эмоции. Вот. И, тогда я полагаю, что эта ситуация будет идти на какое-то улучшение. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.